Здравствуйте, уважаемые участники Международной Олимпиады молодежи по направлению современная политика. Меня зовут Вера Горна-Белинская, я старшая преподаватель департамента политической науки, и тот человек, который проверял ваше задание, второе и третье задание. Сегодня мы с вами разберем эти задания, я расскажу вам о том, как они составляются, какой логикой руководствуются составители заданий, как мы их проверяли, и разберем самые распространенные ошибки, поговорим немножко о правильных ответах. В первую очередь мы с вами говорим о задании 2. Это задание, где нужно выбрать лишнее понятие или имя в смысловом реме. Например, в задании для 9-10 классов первое лишнее слово, которое нужно выбрать в первом лишнем ряду, нужно выбрать что-то лишнее между следующими понятиями – рационально-легальный, либеральный, традиционный или харизматический. Что это значит? Какой логикой мы здесь руководствуемся? Какой вариант ответа здесь правильный? К сожалению, в этом задании очень многие из вас допустили ошибку, написав, что лишним является слово «харизматический», потому что оно не имеет отношения к политике. Это совершенно не так. Прежде всего, здесь нужно понять логику самих составителей. Как мы делаем такие задания? Чаще всего для таких заданий берется какая-то существующая классификация, типология. В данном случае произошло и здесь так. Это типология Макса Вейбера, типов легитимности, они же типы основания власти, которых, если вы вспомните, я думаю, сейчас вы это уже помните, есть три – традиционный, харизматический и рационально-легальный. Соответственно, лишним в этом смысловом ряду будет слово «либеральный», потому что это понятие относится к идеологии, а не к легитимности. Кроме того, обращаю ваше внимание, что особенно важно, чтобы в вашем ответе было обоснование выбора лишнего понятия. Без этого обоснования или, если оно дано некорректно, к сожалению, вы не можете получить баллов за подобные задания. Следующее задание такого же формата для девятых и десятых классов был смысловой ряд, в котором были числены фамилии политических философов. Среди них есть Гуга Броцци, Джон Локк, Мишель Фуко, Томас Гокс, Иоаннуэль Кант и Жан-Жак Руссо. Лишним в этом ряду, правильным ответом, будет являться Мишель Фуко. Но, уважаемые участники, пожалуйста, обратите внимание, что Мишель Фуко здесь лишний не потому, что он женщина, и не потому, что он француз, а потому что Мишель Фуко действительно француз, но не женщина. Это политический философ второй половины XX века и единственный среди всех перечисленных, не имеющий отношения к теории естественного права в политической философии. Все остальные являются классиками этого направления в политической науке вообще и политической философии в частности. Для 11 класса это задание этого формата, где нужно выбрать лишнее понятие, было достаточно сложно. В первом случае нужно было выбрать лишнее из следующего ряда. Центр периферии, государство, церковь, город, село, традиционалисты, либералы, собственники, рабочие. Это действительно сложное задание, потому что практически все, кроме одного лишнего, перечисленные понятия, это расколы, которые выделили Стейн Роккан и Сеймур Липсет. Расколы, которые стали основанием для формирования партийной системы в современных странах Западной Европы. И только один раскол традиционалиста-либерал не является расколом согласно Роккану и Липсету. Следующий смысловой ряд представляет собой список политических режимов. Демократия, авторитаризм, неокорпоратизм, тоталитаризм, сулканизм и посткаталитаризм. Здесь, как многие из вас вверху указали, лишним является понятие неокорпоратизм. Действительно, все остальные являются политическими режимами, которые вписываются в типологию Линца и Степана, о чем вы наверняка знаете. Но здесь было очень важно указать правильное обоснование. Неокорпоратизм никак не связан с типом политического режима. Это совершенно особое понятие, связанное в том числе и с экономической структурой общества. Здесь, когда вы выполняете задания такого формата, вам действительно не нужно кидаться, не нужно искать самый очевидный вариант, а посмотреть, попытаться вникнуть в логику составителей заданий. Действительно, чаще всего в основе таких заданий лежит классификация, многие из которых вы знаете. Здесь нужно быть уверенным в себе. Следующее, третье задание – это задание на сопоставление, классическое задание. Но только здесь мы вам решили предложить его в более интересном формате. Это задание связано с политическими лозунгами. И здесь тоже можно попытаться вникнуть в нашу логику. Мы вам даем множество подсказок. В случае с заданием для 9-10 классов, это были лозунги «Мы за бедных, мы за русских». «Догнать и перегнать», «Отпусти народ мой», «Make America great again» и «Сержи, уходи». О чем здесь, как нужно приступать к выполнению этого задания? Политический лозунг нужно сопоставить с временем, это год или это период, с государством, для которого характерен этот политический лозунг, и системой идей. Чаще всего это конкретная идеология, но мы здесь называем это несколько шире, потому что, например, такую систему идей, как дистрибентизм, назвать политической идеологией очень сложно. Это действительно исключительно системная идея. Что нужно сделать в таких заданиях? Сначала нужно выписать, определить для себя самые очевидные варианты. Чаще всего, да, действительно, лозунги, которые написаны на английском языке, они характерны для США или Великобритании. Однако и здесь у нас тоже могут ждать подводные камни. Например, в задании для 11 классов таких лозунгов, написанных на английском языке, было два. Первый звучал как no taxation without representation, нет налогов без представительства. А третий переводится на русский язык как три акра и корова. Это очень простые слова, которые действительно очень легко переводятся. И здесь, скорее, вам нужно ориентироваться на ваши знания, может быть, из других областей науки. Ну, например, на историю. Вы помните войну за независимость, вы помните бостонское чаепитие, знаменитое, очень интересное событие борьбы Америки за свою независимость. Поэтому здесь вы можете разделить эти лозунги, и вас английский язык в обоих случаях не запутает. Кроме того, чаще всего, если мы даем лозунги на других иностранных языках, мы вам даем достаточно знакомые, устоявшиеся выражения или те языки, которые вы можете определить сами. Это относится, например, к лозунгу no pasaran, который там на испанском языке. Что дальше нужно сделать с этими заданиями? Дальше нужно очень внимательно определить не просто государство, принадлежность лозунг на той или иной стране, но и к системе идей. Здесь нужно быть очень внимательными. Нужно понимать, что некоторые системы идей связаны со временем или с конкретным государством. Например, если мы говорим о сионизме, то совершенно очевидно, вам нужно в качестве верного варианта выбрать государство Израиль. Кроме того, некоторые элементы в самих лозунгах тоже могут давать вам подсказку. Например, знаменитый лозунг 2003 года «Сержик, уходи». Это лозунг, который был характерен для политических протестов в Армении. Возможно, тем из вас, кто живет в этой стране, это известно, остальные могут воспользоваться своей традицией. Как оценивались эти задания? Как я сказала, второе задание, где нужно выбрать лишний элемент в смысловом ряду, оценивалось только в том случае, если вы давали обоснование. Даже если это обоснование было недостаточно корректным или неполным, вы все равно могли получить за него баллы. В случае, например, если вы писали, что лишним является неокорпоратизм, потому что все остальные представляют собой типологию политических режимов, вы получали целых 4 балла из 5 возможных. Это очень много, и многим из вас это помогло набрать хорошие баллы. Как оценивалось третье задание? Если бы мы оценивали вас очень строго, только за полное соответствие, выстроенный полный смысловой ряд, лозунг, страна, время и систему идей, то результаты были бы ниже. Мы здесь старались вам помочь и давали баллы за каждое правильное найденное соответствие. В случае, если это соответствие было полным, то есть вставали в ряд все 4 элемента, вы получали еще один дополнительный балл, что тоже многим из вас помогало. Мой общий совет к вам. Не пытайтесь найти сразу очевидные ответы. Подумайте. Не думайте, что политическая наука – это наука, оторванная от всех остальных. Когда вы пишете Олимпиаду по направлению современная политика, вы всегда можете привлекать ваше знание из истории, может быть, социологии. И очень важно, чтобы это была ваша эрудиция, ваше знание о событиях, которые происходят и происходили в мире в недавнем прошлом. В частности, некоторые наши задания касались, в том числе, лозунгов предвыборной кампании Доллара и Трампа. Поэтому не бойтесь вспоминать то, что вы слышите вокруг себя. Не думайте, что политическая наука – это наука, которая существует сама по себе и сама для себя. Она существует для того, чтобы мы могли объяснять, что происходит. И мы очень рады, что вы к нам присоединяетесь. Спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!